Всем привет! Сегодня мы рассмотрим блок питания, который при номинальной мощности в 650 Вт способен выдерживать перегрузки вплоть до 860 Вт, а по остальным характеристикам обходят даже некоторые более дорогие аналоги. Серия Seasonic G наравне с Seasonic M12 II Bronze Evo Edition традиционно считается одной из самых сбалансированных линей блоков питания, представленных сегодня на рынке. Особенно это касается решений мощностью 550 и 650 Вт, которые по понятным причинам пользуются наибольшей популярностью среди пользователей. В данном обзоре мы поговорим о втором варианте – модели Seasonic G650, которая, как и большинство блоков питания от Seasonic Electronics, недавно была переведена на новую ревизию. Кроме изменений на аппаратном уровне, новинка также обзавелась более низким ценником, что в сложившейся экономической ситуации является довольно важным фактором. Модель поставляется в прочной картонной коробке средних размеров, которая надёжно защищает устройство от возможных повреждений во время транспортировки. Как всегда, производитель уделил большое внимание оформлению коробки, снабдив её детальным описанием возможностей блока питания. В частности, упомянута принадлежность устройства к золотой серии Seasonic G, поэтому в нём использовано довольно много передовых технологий, характерных для решений топ-уровня. Кроме традиционных компонентов, внутри коробки также были обнаружены дополнительные хомуты и многоразовые стяжки на липучках, которые пригодятся для аккуратной укладки кабелей в компьютерном корпусе. Весь же комплект поставки выглядит следующим образом – сетевой шнур питания, винты для крепления, модульные кабели, хомуты и многоразовые стяжки на липучках для фиксации проводов, наклейка с логотипом компании, руководство пользователя, а также мешочек для хранения неиспользуемых кабелей. Модель Seasonic G650 выполнена в корпусе стандартных размеров – 160 на 150 на 86 мм, окрашенном в стильный чёрный цвет. Качество сборки, как всегда, находится на очень высоком уровне. Все панели отлично обработаны и плотно подогнаны друг к другу. На металле производитель тоже не экономил. Что касается компоновки корпуса, то здесь всё стандартно. Отдельного внимания заслуживает разве что крышка блока питания, точнее сказать её вентиляторная решётка, представленная сеточкой с ячейками в виде пчелиных сот. Блок питания оборудован частично модульной системой кабелей. Напрямую из устройства выведены только основные провода для питания материнской платы, процессора и в данном случае ещё и видеокарты. Остальные же сделаны отстёгивающимися. Основные разъёмы питания имеют стандартную конфигурацию – 20 плюс 4 контактный ATX и 4 плюс 4 контактный ATX-12V. Если устройство планируется эксплуатировать в составе двухпроцессорных систем, то для этих целей предусмотрен ещё один 8-контактный коннектор ATX-12V, но уже на отстёгивающемся кабеле. Seasonic G650 также отлично впишется в игровой компьютер. Посредством 4-6 плюс 2 контактных разъёмов PCI-E к нему можно подключить сразу две топовые видеокарты. Номинальная мощность блока питания составляет 650 Вт. При этом канал 12 В рассчитан практически на такое же значение – 648 Вт. Поскольку современные прожорливые комплектующие, в частности видеокарты и процессор, потребляют энергию именно по этой линии, то чем больше полезной нагрузки можно с неё снять, тем лучше. Также модель соответствует стандарту 80 Plus Gold, а также поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 В, что позволяет отказаться от внешних стабилизаторов питания в условиях нестабильной электросети. В основе Seasonic G650 лежит та же платформа, что и во флагманской модели данной серии. Вспоминая, какие прекрасные результаты во время тестирования она показала, можем с уверенностью говорить, что производитель принял правильное решение при выборе схемотехники для героя данного обзора. На входе установлен ЭМИ-фильтр, который отвечает за сглаживание высокочастотных помех, излучаемых в сеть блоком питания. Также он несёт на себе функции грозы защиты. Мост для выпрямления входного напряжения представлен мощной 10-амперной диодной сборкой, которая оснащена своим собственным радиатором. К слову, система охлаждения других силовых элементов тоже выполнена на высшем уровне. Важно отметить использование в устройстве конденсаторов только японского производства Rubicon, Nippon Chemicon и FC Caps. А значит, можно не сомневаться, что Seasonic G650 не только без проблем отслужит заявленный гарантийный срок в 5 лет, но и после его истечения не утратит своих качеств. Для охлаждения транзисторов на канале 12 Вольт производитель применил довольно интересный способ. Через дорожки на плате выделяемое ими тепло передаётся на огромный алюминиевый радиатор, установленный рядом с силовым трансформатором, а затем уже выводится за пределы блока питания с помощью вентилятора. Там, где остальные производители пытаются сэкономить, все Sonic Electronics всё делают максимально надёжно и с большим запасом прочности. В качестве доказательства этих слов предлагаем оценить качество пайки и монтажа компонентов. Как видно, всё сделано на высшем уровне. Согласно технической спецификации, модель Seasonic G650 имеет весь ряд защит, включая защиту от перегрузки и перегрева. Для охлаждения внутренних компонентов используется 120-мм 7-лопастный вентилятор, основан на гидродинамическом подшипнике. По акустическим свойствам такие решения не уступают втулочным аналогам, но значительно превосходят их по эксплуатационным качествам, особенно если говорить о продолжительном отрезке времени. До отметки мощности 350 Вт блок питания работает очень тихо. В пределах от 350 до 400 Вт уровень шума повышается, но всё равно остаётся довольно низким на фоне остальных компонентов системы. С выше нагрузки 400 Вт звук от блока питания становится чуть более различимым, однако по-прежнему не вызывает никакого дискомфорта. По субъективным оценкам, его можно характеризовать как ниже среднего. Важно отметить, что даже при максимальных значениях потребляемой мощности вентилятор работает не в полную силу – около 1800 оборотов в минуту, превозможных 2050. Таким образом, у системы охлаждения ещё остаётся определённый потенциал, который может быть востребован в более суровых условиях эксплуатации, например, в плохо продуваемых компьютерных корпусах или во время функционирования блока питания с перегрузкой. Как показала практика, на всём диапазоне номинальной мощности Sysonic G650 не издаёт никаких дополнительных шумов в виде раздражающего писка друселей или характерного гудения трансформатора. Что касается нагрева внутренних компонентов, то даже после длительной работы никаких проблем не наблюдается. Температура всех основных узлов во время эксперимента не выходила за рамки допустимых норм и была далека от критических показателей. Нагрузку на тестируемую модель мы увеличивали до 860 Вт, что равняется приросту в 32% номинальной мощности. Прекрасный результат, которому позавидуют и более производительные устройства, не говоря уже о конкурентных решениях аналогичной мощности. Узел стабилизации напряжения питания очень хорошо справился со своей задачей. На всех линиях напряжение колебалось в гораздо более узком диапазоне, чем того требует стандарт ATX-12V. Не менее хорошие результаты были получены во время измерения пульсации на выходах блока питания. Так, на линиях 3,3 и 5 Вольта размах амплитуды не превышал значения 50 мВ, а на 12-вольтовой – 100 мВ. Тест реальной эффективности при разной потребляемой мощности подтвердил соответствие модели стандарту 80 PLUS GOLD для напряжения 230 Вольт. Для построения реальной компьютерной системы был задействован мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-4960X, разогнанный до частоты 4,4 ГГц. В качестве видеоускорителя мы использовали видеокарту от компании Zotac. Поскольку реальная конфигурация создаёт более сбалансированную нагрузку, то в данном эксперименте система стабилизации показала себя даже лучше, чем на лабораторном стенде, ведь ни на одной из линий напряжение питания не проседало ниже своего номинала. Характер нагрузки при этом не играл никакой роли. Что касается входного энергопотребления, то по этому показателю герой обзор оказался абсолютным лидером среди других золотых решений, принимавших участие в тестировании. Если в двух словах описывать впечатление от блока питания Seasonic G650, то первая фраза, которая приходит в голову – волк в овечьей шкуре. С виду вполне обычная 650-ваттная модель среднего ценового диапазона во время тестирования продемонстрировала просто феноменальные показатели производительности. И это мы говорим не только о высоком уровне КПД и возможности выдерживать перегрузки, достигающие 860 Вт. Не менее хорошие впечатления остались и от работы стальных узлов. Что касается потребительских качеств, к которым мы в первую очередь относим конфигурацию выходных кабелей и систему охлаждения, то здесь тоже полный порядок. Количества доступных разъёмов хватит, чтобы использовать устройство в составе геймерской конфигурации или двухпроцессорной рабочей станции с пятью или шестью накопителями. А благодаря тихоходному вентилятору на гидродинамическом подшипнике, блок питания практически не слышно на фоне остальных комплектующих, даже при максимальных нагрузках. С детальным обзором и подробным описанием особенностей комплектующих блока питания можно ознакомиться на IT-портале Geesit.com, перейдя по ссылке в описании видео. Всего доброго и не забывайте подписываться на наш канал.